Всем доброе субботнее. У кого-то рабочее утро. Непонятно, у нас погода сегодня. Что-то показывает, не вижу. Телефон стоит. В общем, что мне сегодня надо выяснить. По работе уже в голове я сложила. Дальше мне нужно разобраться с рекламщиками. Сглазила я их. Так они четко работали, четко звонили, четко все выполняли. И два дня тишины. Света проба у меня так на витрины и не сделана. Поэтому в голове еще вот это. Утром я проснулась рано. Было очень холодно. А сейчас уже терпимо так прям. Даже могу сказать, что солнышко припекает. Надо мне заехать еще потом в аптеку к Сенечке. Купить суп. Вот солнышко. Ну что, ребята. Поехали. Собачек, друзей моих, сегодня нет. Пошли, наверное, к церкви попрошенничать. Такие умные собаки. Это вообще просто. Ну, которая вот похудеет собачка. Она такая ненаглая. А Тоби. Барбос, который мохнатый. Ох и наглый. Мало того, что нагло. Еще он делает такие глаза, как у человека. Ходит у нас на рынок попрошайничать. Такой умный пес. Нет, уже ушел попрошайничать народу. Всем народу много. Не покормила. В общем, я их не всегда покупаю. У меня когда бывает, когда не бывает. Когда они меня бесит. Им покупаешь что-нибудь вкусненькое. Они так кинешь им. А они потом еще и лицо воротят. Невкусные, наверное. Так, что-то у меня карточки не так лежат. О. О-хо-хо. Так, что всем хорошего дня, кто работает. Поехали. Ну, я удивилась бы, если бы хоть один раз она не упала. Поехали трудиться. Так, ну, сегодня я пришла, когда с работы днем все сделала. Постирала, закинула по домойку в ванне. Хочу вам сейчас показать систему очистки борг воздуха. У меня есть борг. Не знаю, как поставить. Чтобы вам показать, сколько за несколько дней сыграются фильтры пыли. У меня у девчонок что-то опять запит нос. Вот. И... У меня есть вот такой обидрат. Вот он волк. Он очень удобный в использовании. Его очень прикольно использовать. Он с цветовыми... Со световым дисплеем. Видите, его надо мыть каждый день. Вот вчера я его не протерла. Вот здесь есть датчик загрязнения воздуха. И он очень удобный в использовании. Сейчас я постараюсь вам как-то это показать. Ну, как-то так. В общем, здесь открывается вот эта панель. Да? Я ее сполоскиваю. Самое главное – это фильтра. Посмотрите, сколько. Это я тоже протираю влажными салфетками. Сейчас я вам покажу. Вот на фильтре... И вот. Сейчас продемонстрирую. За два дня... Убираю что-то здесь воздуха. Смотрите. Смотрите. Представляете? То, чем мы дышим. При моей практически каждодневной уборке. Видите? Это все у нас в воздухе. Это две минуты моется. Это я тоже поласкиваю. Здесь только не забивается. Здесь только не забивает всего. Сейчас. А сейчас она пока стикает. И с вами в воздухе моет. Оставки выйдем. сенечки на щеточку вот этот фильтр основной да он очень он очень легко вытирается вот обычным полотенцем там или любую вещь ничего не остается он не мокрый абсолютно то есть уже все практически готовы к использованию старец и за несколько дней за два позавчера вчера и сегодня столько сухой и эту часть соответственно мы с вами просто подтираем сейчас я возьму влажную салфетку и протру еще все все сухо все сухо до вашего времени сейчас я возьму салфетку как я протираю вот видите это черный угольный после того как вы протерли все с вами каждый день должен протирать как-то знаете лишнюю влагу сюда не очень хочется хотя бы через день потому что такое количество пыли у нас и витра мы уже степи живет окно открыл все пыль можно вытирать сейчас включим и я вам покажу индикатор что у нас индикатор полочки до щелочка это проконтролировали можно еще 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 Боюсь, что плакал. Все равно мы по вечерам меняем, не глядите с полотенчиками. Вообще мы каждый день меняем. И так же. Все. Защелкнули готов к использованию. Все готово. Пойдемте, я включу, вам покажу. Так, вот смотрите. Включаю. Видите, как он тихо работает? Вот сейчас чистый воздух у нас. Индикатор горит голубым. Видите? А бывает, что вот, нашел загрязнение небольшое, зелененьким, но почему-то светлый. А когда сильное загрязнение, когда ветер с окна или еще что-нибудь, он горит красным. Ну, очень прикольно очень. Советую. Вот желтенький. Поменял все. Советую всем. Очень хорошая вещь. Очень нормальные режимы. Есть ночной режим. Есть режим турбо. Это эко-режим можно включить. Это три мощности. Это подсветку, когда вы хотите выключить. Вот. Сейчас на автомате стоит. Раз. И выключили. В общем, советую всем однозначно. Такие очистители уборок, они разные по цене бывают. Вот у нас совсем средний, там около 40, по-моему, тысяч рублей. Есть за 50, есть за 70, там под 100 тысяч есть. Нам такого вполне достаточно. У моих девочек 19 квадратных метров комната, а он до 30 по мощности. Так, ну всем хорошего вечера желаю субботнего. Я стала вчера смотреть «Дочь посла» турецкий сериал. До этого я смотрела, ну много чего я смотрела, люблю я турецкие сериалы. Смотрю их это однозначно. И я хочу сказать о том, что круче, чем «Черная любовь» сериал, я еще не смотрела. Но «Дочь посла» зашел. Смотрю я с удовольствием. И вообще мне очень нравится. Вот, вторую серию досматриваю. Но серии такие же большие, под 2,5 часа. Смотрю я на 1+, 1+, ТВ, по-моему, называется сериал. А в марте мы были в Стамбуле. Вот сейчас я выложу этот влог, а потом смонтирую из такой. Для себя я снимала. Мы брали экскурсию в Стамбуле по сериалу «Черная любовь». Кто смотрит сериал, поймет там места. Как мы только доехали до дома Кемали, представьте, мы были много где, ну очень много где. Настолько глюканул мой Самсунг, что стер все видеозаписи, но не знаю, как так получилось, до момента, когда мы приехали в дом Кемали. Представляете? Восстановить невозможно. Не знаю, у кого есть Самсунги, кто с таким сталкивался. Я думала, что мы приедем, и я вытащу с карты памяти все это. Нет, не получилось. У нас как-то вот такой был глюк. Мы были в парикмахерской, ну вот по сериалу, по этому сериалу, по этим местам, где снималась «Черная любовь», мы ездили. Ну везде были. Кто понимает, о чем я говорю, да? И в магазине, где Эмир покупала красное платье, где ее кафе было, и где она тонула, и где она не тонула, и где ее там вылавливали. В общем, самую большую есть, что экскурсия по «Черной любви», и мы ее брали. Ну, в общем, что осталось, то осталось, я выложу, как мы отдыхали, где мы были. Ну, это такие съемки, не для Ютуба, еще, конечно, были для себя, телефонные съемки, ну, по типу Нальчика. В какой последовательности они сейчас загрузятся, я не знаю, но для себя я хочу, чтобы это было во блоге, ну, в отдельном плейлисте «Стамбул 2020». Были мы в марте, были мы там на максимум день рождения, поэтому жили мы в Кумкапе, это хорошее место прямо в историческом центре. Вот, отель у нас был нормальный. Ну, такой небольшой, маленький отель, ну, а мы там и не были, мы только ночевать приходили туда. Ну, в общем, смотрите, Стамбул сегодня тоже обязательно смонтирую. Ну, не смонтирую, там еще в программу загружаешь, я ничего не монтирую, не вырезаю, ничего. Как есть, так и есть. Я вот этим... Что монтировать? Ну, что вырезать? Ничего лишнего мы не говорим. Канал не монетизирован, да, и пока. И поэтому музыки, не музыки, что там вставляешь, не вставляешь, а уже потом, через время, мы будем смотреть, когда канал начнет монетизироваться, что заблокирует, не заблокирует. Ну, в общем, будем смотреть по факту. Сейчас что про это смотреть? Готовить мне сегодня не надо. Ну, что я так могу сказать, когда суп готовишь? Вот. Такой субботний вечер. Всем хорошего субботнего вечера. Завтра у нас с девчонками по плану шоппинг в Волгоград мы поедем. Нужно их приодеть к весне. К весне. К осени, да? Курточки там подкупить, потому что у нас уже 15 градусов так прохладно. Ну, в общем, завтра мы весь день в разъездах. В понедельник работа. Это уже расписано все. В понедельник еще педикюр, но это, в общем, все я вам буду по факту объяснять и рассказывать. Все, мои любимые, мои дорогие. Всех целую. Пока.